Заброшенная мебельная фабрика в самом центре Дагомыса посёлку не к лицу, говорят местные жители. Но теперь здесь объявился предприниматель, готовый сделать из ничего оазис. Для этого он намерен возвести жилой комплекс из 10 домов, половину квартир продать, остальное сдавать в наём туристам. В этом году появилась идея сделать в таких домах от 500 рублей за ночь то, что сейчас для российского туриста является дефицитом. Но вопрос, смогут ли попасть на Дагомысский пляж туристы, поселившиеся за пределами нового микрорайона, да и сами местные жители, остаётся открытым. Дело в том, что именно через эту территорию проходит выход к морю, который в случае одобрения проекта фактически будет пролегать через стройплощадку. Хотя доступ туда застройщик обещает не закрывать. Предложение заказчика открыть эту часть участка для людей, то есть проход к морю, потому что здесь в Дагомысе единственный проход под железной дорогой к морю. И вот это предлагается открыть для всех. Новый жилой комплекс – это 2500 квартир, а ещё магазины, кафе, фитнес-центры и даже бассейн. Но на всё про всё по проекту чуть более 600 парковочных мест. Застройщик уверен – хватит на всех. В градостроительном совете сомневаются и предрекают автомобильный коллапс. Под сомнением и пропускная способность коммунальных сетей. Застройщик уверяет, что уже получил техусловие от водоканала на 900 кубометров воды. Вместе с тем норматив в Краснодарском крае для таких домов немногим более 6,5 кубометров на квартиру, то есть почти 17 тысяч кубометров на 10 высоток. В них, конечно, будут водомеры, и можно предположить, что жильцы окажутся экономными. Но даже если уменьшить нормативную цифру в 5 раз, то 900 кубометров на 3 дома хватит с трудом. Какие сети не справятся раньше – водопровод или канализация – можно только гадать. Хватит ли электричества – вообще неизвестно. Заострять внимание на этом застройщик не стал, как и на том, будет ли построена система отвода дождевой воды. По словам застройщика, проект уже прошёл негосударственную экспертизу, и теперь ему требуется получить разрешение на строительство. Однако вердикт архитекторов и представителей мэрии однозначен – они такое строительство не одобрили. Без достаточной городостроительной проработки, без наличия проекта планировки, без проекта межевания, без документации по планировке территории, архитектурное сообщество считает, что нельзя так подходить к комплексной застройке. Архитекторы города подготовили экспертное заключение с просьбой не допустить стройку. Однозначное мнение высказывает и администрация города. Проект в таком виде для курорта неприемлем, поэтому разрешение на строительство застройщик не получит. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.